МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Урбан". Программа о городских проектах. -"Среда", традиционная программа Урбан у нас в эфире. Ведут ее Анна Лапшина и Светлана Занько. -"Как сделать наш город лучше"? Слушайте Урбан. Программу о городских проектах. Каждые две недели по средам в 11.06. Сделаем наш город лучше вместе с системой Глобус. -"Добрый день всем еще раз. Напоминаю, что в студии нашей остался Илья Шульгин, глава администрации Кирова. И сейчас мы начинаем принимать вопросы от наших радиослушателей по телефону 211-101. Пожалуйста, прямой эфир, задавайте вопрос. Только как-то покороче, конкретные какие-то вещи. Если у вас есть проблемы, пожалуйста, оставляйте свои контактные данные, чтобы мы могли их зафиксировать. Звонок первый у нас уже есть. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Илья Вячеславович. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Нина Николаевна. Да, пожалуйста, Нина Николаевна. Говорите. Илья Вячеславович, здравствуйте. Добрый день. Я очень вас поддерживаю, так как, я даже вот на бумажке написала, чтобы не спутаться, что сказать, те, кто нападает на вас, это, наверное, о Быкове, они, наверное, соскучились, а я вас поддерживаю, держитесь, держитесь, все проходит и это пройдет, а теперь о детских садиках. Давайте. Вот, значит, не понравилось ваше заявление, что все нужно жить по закону, а не по понятиям. Построено 6 детских садиков, они в районах, а в центре нету садиков, говорят, что 3000 ребятишек без места. Вот, знаете, я хочу вас попросить, вот по улице Ленина номер 16 и 18 есть садик во дворах, и там какая-то сейчас охрана сидит. Нельзя ли этот садик вернуть в жизнь? Посмотрите, пожалуйста, и порешайте этот вопросик. Спасибо, мы поняли, мы поняли. Прошу прощения, время ограничено, мы поняли. Так, Леонид Вячеславович, ситуация с садиками в центре города. И вот конкретное предложение. Ну, речь идет о садике, который у нас располагается в ГОП охрана. Мы этот адрес смотрели, и могу сказать, что там, к сожалению, время уже упущено. Ну, во-первых, переоборудовано помещение, сокращены площади участка. Ну, на сегодняшний день, да, наверное, к сожалению, невозможно вернуть в прежнее состояние садика. Но если говорить о том, что в центре будут ли строиться садики, будут, прорабатывается ряд адресов. Ну, на сегодняшний день, например, мы смотрим улицу Пролетарская, 11В. Там находится сейчас у нас учреждение доп. образования, которое в этом году заканчивает свою работу и переезжает на улицу Дзержинского. И на данном участке будут проведены работы по сносу здания, потому что оно признано аварийным. Там, к сожалению, за время утрачены фундаменты. И уже на этом участке будем строить новый детский садик. Ну, вот, на 240, на 270 мест с бассейном. Ну, те садики, которые мы сегодня строим по всему городу. Там сначала, насколько я помню, была история такая, думали перепланировать под школу, да, и потом решили, что здание не годится уже для перепланировки, надо сносить и строить. Там есть проект, согласно этого проекта, дай бог памяти, 464, по-моему, миллиона рублей на реконструкцию. Извините, за эти деньги можно построить новую школу. Сколько еще мест в центре города в данный момент рассматривается под детские сады? На сегодняшний день по центру, вот если так вот положа руку на сердце, дай бог, если участка 3-4 мы наберем, все они в работе, потому что все участки, о которых я говорю, они примерно такие же, как вот участок в Слободе Шевели под школу 24-ю. То есть это необходимо собирать из нескольких участков, потому что под детский садик современный необходимо, согласно нормативу, чтобы просто получить финансирование федеральное, необходимо иметь участок размером примерно 0,9-1,1-1,2 гектара. Таких участков готовых в центре города, ну, к сожалению, нет. Поэтому сегодня мы смотрим какие-то, может быть, детские сады под реконструкцию с увеличением мест. Смотрим, как можно собрать участки, чтобы набрать гектар. Ну, вот один из таких участков, это как раз вот на улице Пролетарская. В принципе, очень хорошее место, и вот этот микрорайон, довольно густо сейчас застроенный туда вот вниз, в сторону по Милицейской, в сторону Урисского, в сторону Казанской, в принципе, вот здесь садик будет очень уместен, и он позволит решить очень серьезно проблему в этом месте. Ну, смотрим по всему центру, поверьте. 211-101 номер телефона прямого эфира, в садике можно углубляться бесконечно. У нас с Аней и самих есть вопросы, но мы предоставим слово слушателям, потому что есть еще один телефонный звонок, давайте его примем. Алло, добрый день, представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Да, как вас зовут? Добрый день. Мария Ивановна. Да, Мария Ивановна, слушаем вас. Что-то вас тоже плохо очень слышно. Мы вас хорошо слушаем, говорите. Да, сейчас очень плохо. Давайте ваш вопрос. Я вот по какому вопросу. Я хотела узнать, это, у товарища Шургина, почему у нас отопление очень дорогое? Вот у меня сестра, она у Кузнецки живет, они платят за месяц 800 рублей. У нее квартира двухкомнатная, современная, не хрущевка. Почему у нас так дорого? Почему такие дорогие тарифы? Мария Ивановна, опишите, пожалуйста, свою квартиру. Почему поднимают так цело? Сколько вы платите, опишите свою квартиру и свои затраты? Мария Ивановна, алло. Нет, это... Алло. Это ненормально. Мария Ивановна, вы нас слышите? Да-да, я слышу. Сколько вы платите, что вы считаете большой платой? Опишите свою квартиру, потому что нам надо сравнить, вот, например... А, вот что, у меня хрущевка однокомнатная. Сколько платите? 30 метров где-то. 2 тысячи, подождите, 2 тысячи что-то, 220. За тепло? Да, за тепло, две батареи, холодные, в месяц целый был холодный. Все, спасибо, мы вас поняли. Ну, сложно, конечно, сравнить. Много это или мало, 2 тысячи за тепло на хрущевке? Что могу сказать? Много-мало, ну, тариф у нас по городу установлен единый. В основном поставщик тепла у нас КТК. И, в принципе, те тарифы, которые вот на сегодняшний день сложились, какого-то радикального повышения уже у нас нет. У нас есть на сегодняшний день повышение тарифной ставки. Это все регулируется ФАСом. И нам на регион, так скажем, спускается цифра предельного роста платы граждан, который устанавливается по всей России. И мы в пределах этих вот показателей, в принципе, эти суммы и КТК выставляют. Поэтому здесь давайте... Ну, сложно, на самом деле, сравнивать с Новокузнецком. Потому что, во-первых, мы не знаем, чем топят в Новокузнецке. Там же уголь, это же Кузбасс. То есть, может быть, с этим связано? Да, вопрос даже не в том, что там уголь или что-то еще у нас, допустим, и газ используют, и торф. Много видов топлива у нас в тарифной сетке. Присутствует на сегодняшний день 11 видов различного топлива. Пять основных – это уголь, газ, мазут, твердые виды топлива, ну, дрова и торф. И шесть оставшихся – это какие-то различные комбинации. Всего 11 видов топлива по области. В городе Кирове у нас ситуация, так скажем, попроще. И, в принципе, стоимость гигакалорий составляет, дай бог памяти, там, порядка 1800 рублей на сегодняшний день. Поэтому, что я могу сказать? Ну, вот у нас такие тарифы сложились. Сегодня наша задача, как раз, чтобы не было жалоб при тех тарифах, которые сегодня есть, чтобы, во-первых, не допустить радикального роста, но это нам никто не даст делать, потому что нас просто законодательство в этом ограничивает. Много было по этому поводу разных, так скажем, манипуляций, много было разных заявлений, что у нас там тариф вырастет, там, на какие-то непонятные проценты. Все регулируется законодательством федеральным. Это не наши выдумки. И те тарифы, которые сегодня есть, самая главная задача за этот тариф, чтобы люди получили качественную услугу, чтобы не было теплопотей, чтобы не было, вот как сейчас жалуются, чтобы батарея в месяц была холодной. То есть за этим мы очень, так скажем, пристально следим. Это и у меня на контроле, и в министерстве энергетические ЖКХ на контроле, и в госживоинспекции, и в нашей инспекции муниципальной. Как только поступает сигнал, что где-то в квартире холодно, сразу же выходит бригада, либо управляющая компания, либо там наши городские какие-то службы аварийные, и этот вопрос максимально оперативно решаем. Как правило, все жалобы на холод были связаны с воздушиванием сетей. Как правило. Внутри домовых. Внутри домовых, да. То есть должным образом либо не промыли, либо оставили воздух. И поэтому нет проходимости батареи. Часто бывает так, что в одну комнату заходим, но вроде батарея горячая, всего вопроса нет. В соседней комнате холодная напрочь. Комнатная температура. Начинаем разбираться. Либо приходится батарею чистить за счет того, что там накопилось всякого мусора, этой окаленной, либо просто воздух не выпустили. Ну, это вот, в принципе, все эти вопросы были решены в начале отопительного сезона. Продолжим разговор. Будем без перерыва работать. Короткого перерыва в этом часе. Примим телефонный звонок 211-101. Пожалуйста, представьтесь и говорите. Алло, здравствуйте. Меня зовут Борис. Да, Борис. Вопрос у меня такой. Я бы хотел услышать от Шумгина вопрос о комментарии по поводу оплаты за вывоз мусора с квадратного метра. С чем это связано, а не с человека? Спасибо. Да, спасибо, Борис. Борис, видимо, не следит за нашими новостями, потому что каждый день буквально комментарий Илья Вячеславовича есть в новостной ленте. В том числе и прямо вот сейчас у нас есть комментарий про квадратный метр на сайте хакирова.ру. И этот комментарий всеми абсолютно растиражирован. Раз хочется услышать из первых уст, то, пожалуйста. Ну, я могу сказать, что здесь мы какого-то велосипеда не придумали, но на сегодняшний день довольно много регионов в России приняли такую систему оплаты с квадратного метра. И, в принципе, это такая сложившаяся общемировая практика. То есть и в Западной Европе, и в Юго-Восточной Азии. И, ну, это, в принципе, не вызывает уже никаких вопросов. Но если вопрос в целом разбирать, то тут очень просто все на самом деле. Во-первых, квадратные метры, они учтены в Росреестре. И на сегодняшний день, в принципе, плата с квадратного метра, она оправдана тем, что все-таки статистически у нас по городу Кирову порядка там 70% всех квартир это квартиры в пределах 50 квадратных метров, где проживает, опять же, по статистике там семья из... Двух с половиной человек. Двух с половиной, трех, там, четырех человек. И если бы мы приняли оплату с человека, то главе семейства в такой квартире пришлось бы платить порядка там 400-500 рублей. Илья Вячеславович, вот такой вопрос. Вот эти митинги, которые сейчас проходят в Кирове, вы тоже свою позицию по этому поводу озвучили, сказали, что горожане не должны воспринимать мусорную реформу как что-то нечто незыблемое, неменяемое, и проявлять свою позицию необходимо. Как вы считаете, если люди требуют референдум по голосованию за то, чтобы платить с метра или с человека, надо его проводить? Вот сейчас придет к вам резолюция. В резолюции это заложено. Резолюция после митинга, который прошел 17-го числа, там собралось полторы тысячи человек и еще будут собираться. Надо проводить референдум или нет по этому вопросу? Я считаю, что нет. Вы считаете, что нет. Давайте примем телефонный звонок 201-101, а потом зачитаем те вопросы, которые пришли к нам ранее в нашу группу ВКонтакте. Алло, добрый день. Алло, здравствуйте. 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 Меня зовут Ольга. Я по вопросу нашей школы по Гайдара-4А. Нам предлагают здание на Крутиково-2Б. Уже заранее известно, что оно не подходит под образовательную деятельность. Как вариант, мы предложили организовать в нашем здании на Гайдара-4А группу детского сада. Как относится к этому глава администрации? Спасибо за вопрос, Илья Вячеславович. Знакомы ли вы с этим предложением? Потому что оно уже было опубличено, мы даже его обсуждали здесь в наших эфирах. Наша школа просит оставить их в старом здании и готова открыть 50 мест частного садика, но, тем не менее, 50 мест как частный садик открыть. То есть они говорят, что к ним могут ходить дети, которые собрали места в других детских садах. Коллеги, наша школа это частная школа, которая у города арендует это здание. И если бы не было предложено вариантов никаких, тогда я бы понял, что действительно существует какой-то там, я не знаю, конфликт. Конфликта, на самом деле, на сегодняшний день я никакого не вижу. Заранее, неоднократно, было предложено несколько вариантов. Самый удобный, насколько я понимаю, с точки зрения географии, самый ближний, Соседние фактические здания, это здание Накротикова, которое вот, ну, мы не хотим, потому что мы не хотим. Нам там не подходит, там лицензию мы не получим. Ну, понимаете, этот вопрос, У них есть опасения, действительно, что они не получили. Понимаете, вот давайте этот вопрос мы совместно будем решать, чтобы и лицензию получить, и чтобы комфортные условия там создать для детей, и так далее. Просто складывается странная ситуация. Муниципалитет, хозяин здания на Гайдара 4а. И на сегодняшний день, при острой, острейшей нехватке места в детских садах, администрация занимается проведением государственной политики в дошкольном образовании. Это наша непосредственная функция и задача. И арендатору, которым является частная школа, было предложено заранее покинуть это помещение и переехать в предложенное другое. Если нужно помочь с ремонтом и еще какими-то вещами, то это вопрос дальнейшего диалога. А мы не хотим, потому что мы не хотим, но это вот, понимаете, я к этому очень просто отношусь на самом деле. Нет, у них опасения такие, что экспертизу этого здания они должны будут делать сами. Тут бы даже не вопрос. Они, может быть, готовы были бы заплатить, но ситуация следующая. Они соглашаются переезжать, заказывают экспертизу, экспертиза говорит, нет, извините, в этом здании вы образовательное учреждение никогда не откроете, и люди остаются у разбитого корыта. Значит, другое здание давайте смотреть. Тут очень, на самом деле, непростой вопрос, Илья Вячеславович, потому что речь идет не просто о каком-то хозяйствующем субъекте или двух субъектов и бизнесе, речь идет о 50 семьях, 50 детях, которые учатся в этой школе. Но и в уникальном формате. В уникальном формате, единственном в этом регионе. Но я бы все-таки делала акцент именно на детях и семьях. Просто так, мне кажется, решать этот вопрос, ну, почему это вызывает такой резонанс? Потому что это не просто так, вот там магазин закрыл и выехал, или сауну, или спортивный комплекс, а это школа, это дети, это будущее, это целые семьи, которые с поколения в поколение. Я не говорю, что этот вопрос простой. Я говорю о том, что не нужно, так скажем, драматизировать вещь, которая, в принципе, спокойно обсуждается. И если говорить, например, об этой школе, то разговор с директором ведется уже давно, и, в принципе, возражений не было до определенного момента. Потом кто-то понял, что эту тему можно вот так вот, скажем, раскачивать, и вот начались вот эти митинги, гипотеты и так далее. И еще раз говорю, если бы не было предложенных вариантов, или бы они все были неприемлемы, тогда да. Но я-то прекрасно понимаю, что мы предлагаем определенные вещи, которые, в принципе, могут устроить, и там нет никаких проблем ни с лицензией, ни с всем остальным. Если нужно помочь, еще раз говорю, если нужно помочь с ремонтом, или еще с чем-то, мы же людей-то не выкидываем на улицу. Речь сейчас ведется о том, что необходимо находиться в диалоге. В диалоге люди находятся, не хотят. Когда вы лично в последний раз с представителями нашей школы встречались? С представителями нашей школы у меня заполнена встреча в ближайшее время. До этого весь диалог велся через департамент образования и моего зама по социальной политике. И, в принципе, там, я так понимаю, определенные варианты рассматривались. Сейчас почему-то вот это вот вопрос... То есть будет личная встреча, правильно я понимаю? Да, ради бога. Я готов встречаться с кем угодно. Просто если говорить о том, мы не хотим ничего обсуждать, оставьте нас в спокое, ну, речь шла бы об этом, если бы речь шла о том, что вы занимаете свое собственное здание. Спасибо. Давайте зачитаем. Я знаю, что у нас есть еще телефонные звонки, но нам нужно зачитать вопросы, которые пришли к нам ранее и в нашу группу ВКонтакте. Ну, я сразу же начну с вопроса, который у нас был после первого часа. Он обосредованно связан с той темой, о которой мы говорили, да, транспорт, припаркованный в неправильных местах, звонил нам Рафаилу, улица Волкова, дом 2, тротуары, газоны, все заставлено машинами, ездят по тротуарам. Можно ли что-то с этим сделать? Ну, с этим делать можно и нужно. Это вопрос взаимной, так скажем, совместной работы с ГИБДД. У нас, вы знаете, сейчас работает муниципальная инспекция, которая, так скажем, призвана навести порядок в части благоустройства, в части вот этих неправильных парковок и так далее. Людям, людям, которых это беспокоит, им куда звонить в первую очередь? В ГИБДД или в терроуправление? Или в управляющую компанию? Можно в терроуправление, можно в ГИБДД. Ну, управляющая компания у них-то немножко свои функции. Ну, понимаете, здесь вот вопрос такой определенного гражданского согласия. То есть, давайте мы все друг для друга примем, что на газоны и на тротуары машины ставить нельзя. Не потому, что это в правилах написано, но и поэтому тоже, то есть, в правилах написано, что нельзя. Но вот каждый сам собой же соглашается, вот каждый вечером возвращаясь домой делает каждый раз определенный выбор. Или мне поставить машину, так скажем, чтобы она никому не мешала и чтобы она была ни на газоне и ни на тротуары. Пусть подальше от подъезда. Пусть подальше от подъезда, но тем не менее. А кто-то, вот кому-то, а мне удобно вот поставить на газоне прямо под окном. Понимаете, я понимаю тех и других, но если мы говорим о том, что как-то мы готовы в своем городе создать цивилизованное пространство, где было бы всем удобно, приятно, комфортно и безопасно, тогда нужно все-таки внутри себя провести определенную работу и определенный диалог, что так делать нельзя. Илья Вячеславович, вы в свое время заявляли, что необходимо в городе организовать муниципальную службу эвакуаторов и штрафные стоянки. Вот мы не видим этой зимой, что реализовалась эта идея. Вообще как-то эвакуаторов очень мало на улицах. Что явилось препятствием? Есть ли планы для реализации все-таки? Создано, я так понимаю, что служба какая-то, которая будет эвакуировать машины до конца зимы. Но пока мы ее не видим. Не эвакуировать, переставлять в границах квартала. Пока мы переставляем машины, чтобы не нарушать закон. А вообще на сегодняшний день это ведет такая системная работа, разрабатывает и порядок. И на сегодня мы совместно с правительством, с Минтрансом нашим областным и внутри администрации проводим работу, я уже говорил, система организации дорожного движения подразумевает в том числе раздел парковочные пространства. И под это вот все. Сегодня мы посчитали примерно минимальное количество парковочных мест, которые необходимо обеспечить в городе. Это порядка, там чуть более 2,5 тысяч мест, которые более-менее так, ну, понятно располагаются по всему городу. И на сегодняшний день уже ведется непосредственный разговор о создании совместно с правительством службы эвакуации, которая бы занималась совместно с ГИБДД. Там же вопрос еще не только в том, как будет работать эта служба, источники финансирования, потому что на сегодняшний день, например, мы с правительством обсуждаем восстановление системы, когда вот фото-видео фиксация, работа парконов, штрафы, которые за это все собираются, это немалые деньги на самом деле. И сегодня с правительством удалось добиться решения того, что часть денег будет направляться в муниципалитет на то, чтобы это можно было все организовать. То есть это служба... Это штрафных денег, которые за штраф... Да, да, да. То есть у нас появляются источники, на которые можно уже вести речь о закупке техники, об организации парковок, потому что это все капитально затратные вещи. И я думаю, что в этом году мы уже сможем в конце сезона летнего рассказать вам, горожанам, о том, как это все организовано, как это все работает. Но здесь еще раз говорю, если вести речь о том, чтобы организовать сразу платные парковки, то кроме раздражения это не вызовет ничего. Поэтому здесь это вопрос такой социальный, очень тонкий, и я думаю, что нам необходимо прежде всего упорядочить просто парковочные пространства, чтобы люди понимали, что вот здесь ставить машину можно, здесь по четным дням, здесь по нечетным, или можно каждый день, чтобы это было понятно, как машину можно ставить, вдоль дороги, или под 45 градусов, или это отдельные площадки будут, потому что вот сегодня мы на комиссии, которая рассматривает вопросы земельные, в том числе мы рассматриваем вопросы организации дополнительных парковочных пространств на тех местах, где сносятся дома. То есть там, где очевидно, что в квартале из-за плотности застройки сложившейся уже невозможно будет дом там строить никаким образом, то там либо какие-то зеленые зоны будут организованы, либо парковочные. То есть здесь тоже нужно понимать, что это большая работа, потому что просто так вот организовать парковку, какое-то непростое дело. Эта работа, она тоже ведется. Прервемся на полторы минуты у нас реклама. 211-101 номер телефона прямого эфира. Продолжим принимать звонки сразу после короткого перерыва. Илья Шульгин, глава администрации города Кирова, вместе с нами в этой студии. Урбан. Программа о городских проектах. Программа «Урон» продолжается. Илья Шульгин, глава администрации Кирова в нашей студии. Есть у нас телефонный звонок, мы его примем, потом зачитаем вопросы из контакта. Добрый день. Здравствуйте, Татьяна Киров. У меня вопрос, какие подвижки есть в строительстве новых школ в центре города. У меня создается, да и не только у меня, создается впечатление, что указ президента о том, что вы все дети учились в одну смену, для наших чиновников не указ. Или это неправильное впечатление? Спасибо. Спасибо за вопрос. Мы не записывали, просто человек долго ждал и уже все сформулировал. Да, спасибо за такой краткий, емкий вопрос. Значит, президент дал указ, и мы его обязаны исполнять. Это даже не обсуждается. Другое дело, что перевести, так скажем, одним разом все школы на первую смену, это задача такая, ну, в одном моменте непосильная, с одной стороны, с другой стороны, могу сказать, что вот за последние годы мы сейчас вошли в такой ритм, что строим примерно по одной школе в год. То есть вот у нас, если вы помните, в 17-м году была построена школа в Зиновы, 11-я, в 18-м году сдана и запущена школа в Орванцево на тысячу, они все там на тысячу мест. В этом году будут чистые пруды? В этом году мы сдаем, запускаем школу в чистых прудах и дальше, вот если говорить о центре, то всем уже известны... Да, это все новые микрорайоны. Слобода, Шевели. Слобода, Шевели. Там очень, скажем, проблемный участок, который трудно его собрать. Мы сейчас смотрим еще вот с Олисием Комитетом 24-й школы, которая крайне заинтересована в том, чтобы вот появилась новая большая школа номер 24 в центре. с ними вот недавно буквально встречались, я сказал, что учитывая, что затягивается вопрос именно вот по центру города по Слободе, Шевели, мы сейчас ищем другие варианты, где можно было бы построить большую школу. В том же микрорайоне? Ну, где-то примерно в этом микрорайоне. Если говорить вообще о развитии школ в нашем городе, то вот остро стоит вопрос у нас в Радужном. Там участок сформирован и, в принципе, готова начать строительство при наличии федерального финансирования. И школа в Долгушино, это в Коминтерне, тоже там большой участок. В принципе, все вопросы, связанные с проектированием и прохождением экспертизы, они решаются. Поэтому, если говорить о том, будут ли развиваться у нас вопросы, связанные со школами, обязательно будут переводить всех в одну смену. Задача сложная, но, так скажем, мы видим пути решения. Если говорить, например, о том, что сегодня администрация делает, уже вот прямо сейчас, то вы, наверное, знаете, что вот у нас было учреждение на улице Воровского, 74, ЦПК РО там находилось. Мы его переместили в другое место. Здание полностью отремонтировано и, начиная с четвертой четверти, малыши, 51-й школы туда пойдут уже учиться в одну смену. И получается так, что мы, в принципе, придавая это здание 51-й школе, туда переводим всю начальную школу, начальная школа будет учиться в первую смену, и мы снижаем нагрузку в 51-й школе на основное здание. Там, в принципе, тоже произойдет определенное перераспределение по времени классов, и я надеюсь, что если не все в первую смену, то, по крайней мере, количество классов, которые учатся сегодня во второй смену, серьезно сократится. А вообще, задачу, поставленную президентом, мы обязаны ее выполнить, поэтому я и говорю о том, что строительство новых школ и реконструкция тех школ, которые у нас сегодня есть, это задача номер один. Еще вопросы с контакта надо зачитать. Я прошу, просто, это длинная дискуссия, но четко обозначить позицию. Дмитрий Собакин пишет, Илья Вячеславович, Дмитрий Собакин, и все остальные, кто будет звонить, формулируйте, пожалуйста, более корректно свои вопросы, но я зачитаю, как есть. Отстаньте уже от Калинки Морозов, они вот и систему оснижения собираются установить, больше лыжи не поцарапаете, и трамплин не ломайте, и если сейчас его снести, то в ближайшие 300 лет новую уже не построить в нашем городе. Я списываю, Дмитрий Собакин, это на вашу эмоциональность, но, пожалуйста, более корректно будьте формулировкой впредь. Значит, давайте последовательно, по Калинке Морозов. По Калинке Морозов уже, знаете, немножко это странно все выглядит. Цели закрыть эту вот, так скажем, площадку, где люди катаются, ее нет. Цель совершенно в другом. Господин Морозов 10 лет эксплуатирует это место, 10 лет туда сводится строительный мусор в нарушение всех законодательств федеральных и местных. И там уже это все напоминает такую экологическую катастрофу, потому что вот когда прошлой весной мы с губернатором посетили это место, то вид был, ну, совершенно аховый. Там, если говорить о Кикиморовой горе, там есть вообще-то особо охраняемая природная территория, то есть это такой, ну, почти заповедник. И Кикиморова гора, она уникальна тем, что она вся у нас сочится прекрасными родниками, которые находят вот свой конец, так скажем, в длинном этом озере. Ежовский родниковый комплекс. Да, так называемый. То есть в целом это очень привлекательная территория была в свое время, очень зеленая. А пока туда не пришла вот эта вот организация Калинка Морозов, которая там начала вот, как они говорят, уполаживать склон без всяких проектов, без ничего. То есть по-русски говоря, просто туда начали сводить строительный мусор, который сегодня из себя представляет огромную массу, которая вот так или иначе выпирает. И самое главное, что родники завалили. Об этом в Министерстве экологии нашей охраны окружающей среды неоднократно давало определенные предписания, и в принципе ни одно из них на сегодняшний день не выполнено. Поэтому если говорить о том, что там от кого-то отстаньте, я не собираюсь ни от кого-то никому приставать, ни от кого отставать. Идет процесс приведения территории в порядок. И когда мы увидели, что арендатор ненадлежащим образом использует земли, данные ему в аренду, договор аренды, естественно, мы расторгали. Дальше, если говорить о том, как сегодня происходит катание, много раз уже по этому проводу говорил, я сам, ну, горнолдин с определенным стажем, я то, что там вижу, я не понимаю. Такого не бывает. Не бывает такого, что на склон в отсутствии снегоделательных машин свозится снег со всего города, размазывается по всему склону, снег с песком, снег с солью, которую мы сыпем на очень дорожную сеть. Там катаются дети. У нас в прошлом году Министерство охраны окружающей среды нашей Киевской области брало там пробы и анализы показали, что превышение по нефтепродуктам, по тяжелым металлам, по хлоридам, по другим вредным веществам превышает предельно допустимые концентрации на порядке. Небезопасно. То есть это просто небезопасно. И, уважаемые горожане, вы подумайте, в чем катаются и занимаются ваши дети. Это же просто безобразие. Поэтому, если говорить о том, чтобы эта территория прийти в порядок, с Андреем Николаевичем был выставлен определенный диалог. Он почему-то думает, что от этого диалога можно уклоняться, что можно всем рассказывать, что его там администрация хочет закрыть. Никто не хочет его закрыть. Приведи площадку в порядок, поставь нормальные подъемники, поставь нормальные снегоделательные машины, приведи территорию в порядок, убери мусор с заваленных тобой родников, потому что есть предписание на то, чтобы сделать там проект каптажа. По этому проекту, прошедшему экспертизу, каптаж сделать, сделать нормальные выпуски в озеро, и чтобы у нас не было опасности ополнения на этом склоне. А сегодня... То есть компромисс возможен. В данный момент идет рабочий процесс. Идет рабочий процесс. Но Андрей Николаевич почему-то позволяет себе очень довольно резкие высказывания по поводу администрации, по поводу меня лично, что там кто-то что-то хочет, какие-то гаражи построить. Но это вот на страничке я даже не хочу это комментировать, если честно. Потому что уже это, ну, не хочу, в общем. Еще звонок примем, потом еще один вопрос из контакта. Сейчас, по поводу этого, по поводу трамплина. Если вот внимательно следите за новостной лентой, вот я обращаюсь ко всем, кто задает вопросы, то никакого решения там сносить трамплин или его восстановить нет. Пока экспертиза назначена. Пока назначено элементарное техническое обследование объекта, потому что объект представляет из себя довольно большой комплекс, сваренный из металла. Это металлоконструкции. И для себя, вот я просто в промышленности провел достаточно много времени в своей карьере и могу сказать, что вот я для себя на последнем совещании, которое проводилось при моем непосредственном участии на площадке администрации, для себя с ужасом выяснил, что оказывается господа из экспертной организации Витруи не проводили вообще никаких исследований, кроме визуальных этого объекта. Ну, это же полное безобразие. Необходимо провести исследование объекта с помощью неразрушающих способов исследования металлоконструкции, с помощью там ультразвука, рентгеноскопии, там их масса на самом деле. Этого ничего сделано не было. Сегодня мы рассуждаем о том, что вот там нужно что-то подварить и что-то такое. Я когда-то слушаю, у меня волосы дымом становятся. То есть, ребят, это потенциально опасный промообъект. И его нужно понимать, в каком он сегодня находится состояние. А этого сделано до сих пор не было. Поэтому рассуждать о том, что оно аварийное или неаварийное, то, что Витруве там понаписал, это просто бумага, которая не стоит вообще даже той цены, на которой она написана. И сегодня нужно серьезно провести исследование объекта, после этого рассуждать о том, что восстанавливаем или сносим, или что-то еще там, консервируем. Потому что сегодня это просто мы о нем ничего не знаем. Вот и все. Принимаем еще один звонок и очень быстро. Пожалуйста, представьтесь и формулируйте свои мысли. Добрый день. Добрый день. Говорите, пожалуйста. Меня зовут Антон. Господин Шульгин. Жители улицы Цеховой оценивают работу по уборку снега городских властей на кол. Даже двойки вы не заслуживаете. Почему? Улица Цеховая состоит из небольших домов со скатной крышей. Снег с крыши съезжает в гор и на улицу со стороны улицы на тротуары и абсолютно не убирается. То есть мало того, что он съезжает, его с крыши не скидывают. То есть хотите опять, чтобы люди пострадали? Так он так и лежит. То есть он фактически по окна первого этажа. То есть вот эти козьи тропки, которые протопаны среди кусков льда и всего остального, они так и лежат. Бываляющая компания, муниципальная, муниципальная, да, слушайте меня, центральная коммунальная служба, телефоны, которые указаны на сайте, телефоны, которые указаны на квитанциях, они заблокированы с января. То есть с ними просто вообще никак не связаться. Я вам на скидку в этом районе улицы Саховой назову десяток домов, около которых лежит нет къехавшей с крыши. Антон, давайте мы так поступим. Сейчас вы не кладите трубку, пожалуйста, оставьте свои контакты нашему продюсеру эфира. Телефон свой оставьте, пожалуйста. Телефон свой оставьте, пожалуйста. Илья Вячеславович все записал. Можем сразу прокомментировать или проверить надо, Илья Вячеславович? Ну, я могу сказать, что будем убирать снег. Так, но контакты мы Антона оставим, вам передадим. Хорошо. Еще один вопрос важный из нашей странички ВКонтакте. Борис Геннадьевич вас спрашивает. Контракт по содержанию уличной дорожной сети путем умышленного укрепления лотов на 19-20-е годы выиграла компания ГДМС на 823 миллиона, потом путем запроса котировок на сумму там 700 с чем-то миллионов тут же передала семи компаниям на уборку снега и четырем компаниям на вывоз. В ходе запроса котировок не было ни одной процедуры, на которую заявилось бы больше, чем одна компания из этого списка, и нет ни одной процедуры, где было бы хоть одно снижение цены. На ваш взгляд, не являются ли такие действия картельным сговором, который полностью исключил конкуренцию, тем самым нанес крупный ущерб городскому бюджету? Ну и там ремарка по мнению ФАС снижение должно быть 15-25 процентов, если снижение в районе 1 процента, то имеются признаки картельного сговора. Но это тоже тема не на 3 минуты, не на 2, да? Ну я могу сказать одно. Конкурсные процедуры на сегодняшний день проведены. Если говорить о снижении, то в этом году, ну во-первых, и снега больше, и убираю снег очень часто ненадлежащим образом. То есть вы недовольны уборкой города? Ну, горожане недовольны, я недоволен, все недовольны, потому что так или иначе, ну вот, иначе не было бы таких звонков, как с улицы Цеховая. Действия какие-то будут предприниматься в отношении ГДМС и в отношении тех подрядчиков, субподрядчиков, которые с ней работают? И в отношении ГДМС, и в отношении субподрядчиков, вот могу сказать, и по декабрю, и по январю выписываются очень крупные штрафы, и идет снижение коэффициента, которое позволяет платить меньше денег. И снижение на сегодняшний день, оно как раз вот лежит в пределах тех 15-20%, о которых идет речь. То есть на сегодняшний день, если говорить о том, что просто так кому-то платятся деньги, за то, что вот ненадлежащим образом убирается снег, это не так. У нас на сегодняшний день, могу сказать, что очень серьезно работает служба АТИ, наша инспекция муниципальная, которая, ну, у нас же снег должен убираться не только на улицной дорожной сети, он должен убираться и во дворах, и с кровель, и сосульки, и вот это все в результате комплексной работы, которая в этом году развернулась, в принципе, у нас, ну, город убирается, я не скажу, что прям должным образом, но, по крайней мере, мы реагируем на те острые моменты, которые у нас так или иначе складываются. Подведем итоги зимней работы уже, наверное, все-таки в марте, когда будет произведена полная оценка, и там и цифры будут, и все остальное. В отдельной программе. Да, сейчас благодарим Илью Шульгина, главу администрации города Кирова. Программа «Урбан» завершена. Анна Лапшина прощается с вами. А Светлана Занько вернется через 20 минут. Особое мнение Владислава Крысова. Редактор субтитров А.Семкин